Главным испытанием первого полугодия 2020 года стала пандемия коронавируса. Об этом Андрей Трубецкой, глава муниципалитета, рассказал журналистам на пресс-конференции, которые посвятили итогам работы администрации за шесть месяцев. Ковид научил жить в новых реалиях, например, повсеместно внедрить в школах дистанционное образование. Это ведь и техника, и программное обеспечение, и принципы работы педагогов, которые должны объяснять материал максимально понятно в онлайн-режиме. Отчаяния не было, была тревога, отметил Андрей Трубецкой. Из-за того, что в Сургутский район долгое время был в лидерах в Югре по случаям коронавируса, больше месяца с закрытыми с блокпостами на въездах стояли Лентор, Федоровский и Нижнесартымский. В этих населенных пунктах было самое большое количество заболевших. Пришлось ужесточить контрольные меры, организовать общественников и родителей. Андрей Трубецкой признался, что и сам участвовал в патрулировании в Барсово. Во время таких рейдов общались с жителями, убеждали их соблюдать ограничительные режимы, санитарные рекомендации. И такая работа дала свой результат. Когда мы почувствовали результаты этого, когда мы сначала опустились на вторую строчку, потом на третью, потом на четвертую, на пятую по среднесуточному приросту новых случаев. Во-первых, облегчение этого напряжения. Утром встаешь и понимаешь, что снова сегодня будет плохо, оно как бы ушло. Ну и, наверное, как бы радость все-таки этой жизни. Это же каждый день практически смерть была. Каждый день кто-то умирал. И, наверное, это вот самое большое испытание, самое большое напряжение. Впрочем, коронавирус администрацию Сургутского района только закалил. И власти не собираются отказываться от взятых на себя ранее обязательств. Например, почти все проекты реализуются в срок или даже с опережением графика. Беспокойство вызывают два объекта и оба в Белом Яру. Это культурно-досуговый центр и перевесный мост. За первое полугодие в районе построили больше 40 тысяч квадратных метров жилья. Это рекорд. Всего до конца года хотят возвести 70 тысяч. Столько в районе не строили никогда. Пойдут квадраты и на решение проблемы непригодного жилья. Сейчас власти уже выкупили 365 квартир для переселения. Не собираются в Сургутский район забывать и о туризме. Это направление не только делает муниципалитет известным, но и приводит в него инвесторов. Так было, например, в деревне Рускинской. В планах в районе создать три виртуальных маршрута на базе музеев. Готовят проект Барсовой горы. Это место может даже без капитальных строений типа гостиницы принимать по 50-60 тысяч туристов ежегодно. Необычную идею задумали реализовать опять же в деревне Рускинской. В этом месяце обсуждали проекты благоустройства, которые уже пойдут на следующий год. И вот надо довести до конца сначала то, что начато. И вот в планах развития вот такого туристического кластера на базе деревни Рускинская вот создание вот таких вот модульных, прозрачных, как вы наверняка в интернете видели, где там полярная ночь, снега и прозрачные вот такие вот индивидуальные кабинки, в которых живут туристы. Вот штук 10 первых, которые реализуем, это будет в деревне Рускинская.